Медиагруппа «Авангард» представляет Вообще говоря, FTI4 имеет длинную многолетнюю историю, да, и, наверное, всё-таки 2020 год был особенным. Такого количества событий изменений внешней среды, как в этом году, наверное, за всю эту историю не было. Поэтому мне от имени программного комитета поручено кратко рассказать о том, как реагировала наша отрасль на эти изменения, как она их переживала и, надеюсь, пережила. Сразу хочу оговориться, что опрос, который мы провели, он не претендует на некоторую статистическую безгрешность и объективность полную. Это, скорее, некоторый срез, фотография текущей ситуации. Он показывает, скорее, контекст или то, с каким настроением мы все сюда приехали, с каким настроением мы оцениваем сложившуюся ситуацию, видя её изнутри. Вторая оговорка касается термина «отрасль». Иногда в дискуссиях по теме электронной подписи приходится слышать вопросы, что это у вас вообще за отрасль такая, и отрасль ли это, применим ли термин «отрасль». Поэтому хочется этот вопрос раз и навсегда снять, уделить буквально 3-4 минуты ответу на него. Для этого нужно обратиться к эволюции термина «отрасль» в экономике и распределении. Если говорить про плановую экономику, то определяющим понятием «отрасль» документом был классификатор отрасли народного хозяйства «Конг», принятый в 1976 году. Далее, в переходный период, в 1993 году, появился классификатор видов экономической деятельности, продуктов и услуг, ОКДП так называемый. В последующем определяющим документом стал общероссийский классификатор видов экономической деятельности, который в разных вариациях до сих пор используется. И если в самом начале было распространено так называемое секторальное деление экономики, то есть, как вы все помните, выделялся первичный сектор, сырье, добыча полезных ископаемых, охота, рыболовство и так далее, выделялся вторичный сектор, это уже продукты переработки, строительство, промышленность, выделялся третичный сектор, сфера услуг. То со временем, поскольку экономика развивалась, появился так называемый четвертичный сектор, куда были причислены все новые интересные и технологически перспективные направления деятельности, виды экономической деятельности, такие как генной инженерия, информационно-коммуникационное обеспечение, программирование и так далее. Фактически, в итоге, сущность термина «отрасль» была проведена к международной практике, и согласно международному стандарту отраслевой классификации, на сегодня отраслей очень и очень много, они не определены как некие группы, классы, они являются такой плоской структурой, и к отрасли причисляют набор статистических единиц, подпадающих в одну классификационную категорию. Фактически, в современном определении, отрасль — это совокупность единичных предприятий и серийных производств, обладающих унифицированной производимой продукцией, общностью технологий и однородностью профессионального состава. Поэтому, итоговый вывод, у нас с вами есть общий продуктовый признак — это обеспечение доверия в информационных системах, есть общая методическая и технологическая база PKI, и есть профессиональный кадровый состав, хотя бы потому, что каждый год мы собираемся, и нас достаточно много. Поэтому применение термина «отрасль» можно считать оправданным. Мы являемся отраслью — отраслью обеспечения доверия в информационных системах, как производной от отраслей информационных технологий, информационной безопасности и отрасли связи в современном ее состоянии. Что сказали участники нашего форума? Прежде всего, коротко о составе участников. Большая часть представленных коллег на этом форуме — это представители удостоверяющих центров, разработчиков и операторов электронного документа оборота. То есть по составу больше 80% — это высококвалифицированные в инженерном и управленческом плане организации нашей отрасли. Если посмотреть на состав профессиональный, то можно сказать, что должности распределились следующим образом. Существенная часть — это директора, существенная часть — это руководители направлений и менеджеры направлений. Есть примерно 12% инженерного состава. То есть в крупном плане приехали профессионалы. Их мнению можно доверять. Касательно масштаба организации. На сегодня большая часть организаций — это компании с численностью более 250 человек. Также существенная часть — это организации до 100 человек. И в промежутке между 100 и 250 человек кадрового состава оказалась меньшая часть участников форума. Возвращаясь к теме доклада, я бы хотел остановиться сейчас на тех основных изменениях, которые посчитали участники форума значимыми в 2020 году. По результатам опроса уже качественного диалогов, по результатам обзора ряда средств массовой информации, итогов работы рабочих групп, можно выделить следующий список. Прежде всего, главным фактором с большим отрывом в 2020 году, конечно, стала пандемия и связанные с ней новые системные ограничения и новые возможности. Следующий тоже большой блок влияющих на работу нас с вами факторов в прошлом году — это изменения 63-го федерального закона. Среди них чаще всего упоминались вступившие в силу нормы о разрешении дистанционного выпуска сертификатов, необходимость отказа от доверенностей при идентификации на выпуске сертификата, а также новые требования организационно-технические к деятельности удостоверяющих центров, которые пока еще в полной мере на практике не реализованы, но уже, как мы слышали, есть первые заявки и первые системные отказы. Следующий фактор — это требования выпуска краткосрочных сертификатов без дополнительной оплаты. Вы тоже слышали об этом в первой части. Это волновало участников нашего форума, поскольку они усмотрели некоторые противоречия между законодательными требованиями и требованиями техническими к средствам, используемым средствам защиты информации, к их формулярам. Следующая проблема, которая вошла в топ-5, — это нарастание фона СМИ по случаям мошенничества с использованием электронной подписи. Надо признать, что нет дыма без огня, то есть эти ситуации действительно были разобраны, они неприятные. В то же время, по состоянию на сегодня каких-то существенных, скажем так, решений судебных, которые бы признали вину удостоверяющего центра или каким-то образом привели к исчерпанию его страховки, на сегодняшний момент таких случаев не выявлено. Последний важный, влияющий на работу удостоверяющих центров аспект, с этим, наверное, все здесь присутствующие столкнулись, — это большое количество, прям вот лавинообразный прирост новых запросов от МВД, налоговой службы, от ФАС, арбитражный управляющий что-то запрашивает постоянно, то есть ежедневно, если вы выпускаете хотя бы десятки тысяч сертификатов в год, ежедневно вы отрабатываете несколько таких запросов. Это стало уже одной из существенных функциональных сторон работы удостоверяющего центра. Что нам ответили участники по итогам своей работы в этот непростой год? Ну, прежде всего, как была организована работа в период пандемии? Большая часть перешла на удаленную работу, более 90% в результате полностью или частично работали удаленно, быстро перестроились. Как изменилась эффективность работы? Ну, видимо, благодаря этой перестройке подавляющее число опрошенных ответили, что эффективность работы не изменилась, они смогли даже в условиях удаленного взаимодействия с пользователями выполнять свои функции. Как изменилась востребованность продуктов и услуг? В большей части ответ был такой, что либо не изменилась, либо возросла. То есть на фоне ситуации в других отраслях наши услуги оказались наиболее востребованными, и, наверное, кроме вот тех сложностей, которые принес этот период, он открыл какие-то новые возможности. Количество пользователей, владельцев сертификатов и количество предлагаемых услуг, по мнению большей части пользователей и большей части участников форума, либо не изменилась, либо были представлены новые услуги рынку. Ну и, наверное, важно отметить, что количество пользователей сертификатов, используемых для аутентификации и для целей подписания электронных документов, либо возросло, либо не изменилось. То есть большая часть все-таки оптимистично оценивают состояние своей клиентской базы. Был еще вложенный вопрос за счет каких клиентов, либо прежних, которые продляли с вами договоры, либо те, кто пришел заново. Большее количество клиентов и более позитивный взгляд был именно на структуру вновь пришедших организаций. То есть за счет новых клиентов большая часть удостоверяющих центров расширила свою клиентскую базу. Последний такой вопрос. Вернулась ли ваша организация в привычный режим работы? Вопрос, в общем, касался, наверное, каждого участника, не только операторов ФДО, но и всех-всех опрошенных. Все ответили, что либо вернулась, либо с существенными изменениями продолжает работать, хотя в прежнем состоянии не вернулась, но именно с позитивной точки зрения. И совсем маленькая доля написали, что работу в принципе не меняли. Видимо, либо раньше работали удаленно, либо не соблюдая социальную дистанцию, продолжали работать в офисе и встречаться с клиентами. Здесь сложно сказать. Наверное, было бы правильно в итоге еще уделить несколько слов тому, что можно считать положительным опытом, потому что любая ситуация, которая нас стрясывает, она нас все равно чему-то учит. И основной набор положительных результатов, которые достигли участники опроса, связаны со следующими пятью пунктами. Прежде всего, позитивно отметили переход офиса на удаленный режим работы, настройку удаленных рабочих мест. Здесь, наверное, самое большое количество было тех практик, положительных которыми поделились участники, о том, как и телефонию перестраивали и так далее. Я думаю, что технические моменты о них детально говорить не нужно. Следующее, что считают коллеги позитивным опытом, это сохранение непрерывной работоспособности, то есть умение работать даже в такой ситуации, выезжая к пользователю, настраивая правильно зоны приема клиентов. То есть такие потрясения, в общем, теперь уже не будут восприниматься как нечто непреодолимое. Следующее, это анализ расходов в целом и оптимизация продуктового портфеля. То есть удалось посмотреть, наверное, на то, что давно хотелось сделать, но кризис подтолкнул внимательно обратиться к расходам. Ну и, конечно, вывод новых продуктов на рынок, связанных с дистанционной работой, с защищенным взаимодействием, с организацией распределенной работы наших клиентов. Наверное, вот это и есть главный положительный итог года. Нельзя не остановиться и на каких-то отрицательных моментах, воспринимать их надо конструктивно. Не все, что случилось, является положительным опытом, есть и отрицательный. Вот среди отрицательных отзывов что встретилось? Ну, прежде всего, такие внутренние вопросы, да, позднее создание штаба реагирования на изменения и сложности информирования широкой региональной сети. Ну, наверное, имеет смысл это учесть в будущем, если вдруг повторятся волны пандемии или будет ситуация развиваться. Следующее, отсутствие единого описания процедуры идентификации при выпуске сертификата привело к тому, что каждый сам для себя, в общем, придумывал меры ужесточения работы в части и санитарного аспекта, в части и аспекта, связанного с безопасностью и вот этим нарастающим фоном сообщений в СМИ. То есть здесь речь шла и о том, что внедрялось фотографирование с паспортами, но каждый сам для себя придумывал какие-то вот эти вот новые правила, более суровые, в отсутствии единого описания процедуры идентификации. Следующий такой внутренний тоже фактор – это сложность контроля сотрудников, да, потому что удаленная работа постоянно имеет тенденцию к разваливанию, ослабеванию, нужно регулярно подкручивать гайки. И два пункта, касающихся электронного документа оборота. Не был расширен список рекомендованных форматов документов для ИДО, то есть у нас фактически на сегодня есть счет-фактура акт-накладная, как обязательные и рекомендованные форматы. Других форматов касательно отраслевых каких-то документов или договорного формата, пока на сегодня не предложено регуляторами. Каждый удостоверяющий центр придумывает что-то свое. Кто-то как неформализованные документы это отправляет, кто-то придумает свою структуру и начинает, опережая рынок, ее внедрять. Ну и последний пункт – это, наверное, про роуминг. Роуминг остался в топологии точка-точка, то есть несмотря на некоторые попытки прошлых лет, в топологии «Звезда» реализовать роуминг удобным способом не удалось, и операторы вынуждены подстраиваться друг по другу. Единой общей, унифицированной, строго исполняемой технологии на сегодня нет. Есть общая, достаточно проработанная, но не сильно глубоко все-таки, технология роуминга РОСЭУ. Ну и последнее, что касалось ожиданий участников опроса, какие факторы мы сегодня считаем наиболее значимыми на следующий год. Очень коротко перечислю, поскольку здесь как бы нет готовых ответов, есть только поставленные вопросы. На эти вопросы, наверное, частично мы найдем ответы на следующих секциях нашего форума, в том числе и благодаря этому опросу во многом формировалась программа. Вопросы были следующие, которые волновали или будут волновать на следующий год наших участников. Будут ли новые волны пандемии, к чему готовиться? Как произойдет смена выпуска сертификатов сотрудника юрлица, который фактически сегодня действует, и будет полный переход произведен на сертификаты физических лиц? Каким образом будет реализован переход удостоверяющих центров на работу в сфере обеспечения электронной подписью только физических лиц, при том, что подписью юридических лиц все-таки должен выпускать государственный орган, федеральная налоговая служба? Следующий важный фактор, который беспокоит на перспективу, это введение электронной доверенности. Мало того, что нужно ее самореализовать, нужно еще очень многие информационные системы будет масштабно доработать. Ну и целый ряд технических, скажем, новшеств, которые давно назревали и уже фактически должны вступить в силу с 1 января частично, частично там с 1 июля следующего года, введение ДТС, введение метки времени, введение облачной подписи, или, как сегодня переформулировали ее терминологически, дистанционно используемые электронные подписи. Все эти ожидания и изменения, будут ли они по своим масштабам сопоставимы с потрясениями 2020 года, или окажутся еще сложнее, время покажет. Но, на мой взгляд, важно, подводя итоги этого вопроса, сказать, что отрасль в целом справилась с трудностями, она обеспечила непрерывную работу, сумела обеспечить страну и пользователей средствами для удаленной работы с высоким уровнем доверия. Кроме того, не были остановлены процессы, и выпуск сертификатов продолжался даже тогда, когда не работали некоторые государственные органы, и многофункциональные центры. То есть удостоверяющие центры работали, можно сказать, с большой долей самоотверженности, и ничего не боясь. Я думаю, что вот такая непрерывность, и с честью проведенный 2020 год, это общее достижение всех здесь собравшихся, в том числе, думаю, что это не останется незамеченным, в том числе и со стороны регулятора, и со стороны государства. В конце, последним слайдом, я бы хотел взять на себя смелость, дать некоторые выводы, которые суммарно, аналитически так напрашиваются по результатам общения, по результатам и количественного опроса, и качественных бесед. Их всего пять. Основной вывод – это главное испытание 2020 года – пандемия. Инфраструктура, разработчики, операторы и удостоверяющий центр справились, работали непрерывно, не допустили масштабных аварий. Второй существенный фактор – это вступивший в силу изменения 63-го федерального закона. На сегодня, несмотря на предыдущие бурные дебаты, отрасль в целом принимает реформу как условие задачи, реагирует конструктивно, модернизирует свою работу. Даже если на какие-то запросы, может быть, не было ответа, все равно это не означает, что отрасль саботировала. Просто каждый пытался в меру своих возможностей и в меру своего понимания проблемы придумать способы решения, был сильно занят решением текущих операционных проблем. То есть мы сейчас находимся на такой стадии принятия неизбежного, когда уже все с этим смирились и готовятся к тому, чтобы выполнять новые требования. Третий пункт выводов – это то, что ожидаемые изменения 2021 года. Главное в крупном плане совокупно – это формирование пакета новых конкретных нормативно-правовых актов под лидерством «Аноцифровая экономика» и расширенной комиссии на базе Минцифры, которая, на мой взгляд, эффективно взаимодействует и выдают в достаточно сжатых по времени условиях результат. В виде проектов нормативных актов. Какие же ожидания? Если вот эти все отдельно разрабатываемые рабочими группами нормативно-правовые акты будут полными и непротиворечивыми, то в итоге в целом отрасль рассчитывает получить не просто набор каких-то лоскутных дискретных документов, а определенный системный свод документов, определяющий фактически рабочие условия идентификации и аутентификации при оказании доверенных электронных услуг. Желательно, чтобы они отвечали не только на вопрос «что», но и на вопрос «как». Тогда и нарушений будет меньше, тогда и в целом выполнять их системно будет проще. Ну, сокращенно у нас получилась такая аббревиатура «РУСИДА», как некий свод вот этих документов. От вот этого свода «РУСИДА» мы в среднесрочной перспективе ожидаем регулирование доверенных электронных услуг и их субъектов таким образом, чтобы системно обеспечить три условия. Первое – это баланс безопасности и удобства для пользователя. Второе – это прозрачность требований к процедурам и их участникам для беспрепятственного использования электронной подписи и электронных сертификатов в деловом обороте и при рассмотрении споров в арбитраже. То, что вот, в общем, только что рассказывала Нина Ивановна, да, нам надо к этому готовиться. Есть еще время, лавинообразно споры не рассматриваются на сегодня, но это время настанет, и опираться только на экспертное заключение, наверное, не совсем правильно, нужны и технические средства, нужно продумывать порядок действия, скажем так, рассматривающего спор лица в отношении предоставленных ему доказательств в электронной форме. Ну и третий важный такой системный аспект – это все-таки мы ожидаем вот этой нормативной деятельности не просто передела рынка или переигровки по правилам, мы ожидаем все-таки роста внедрения, использования средств идентификации, аутентификации в экономике страны, и в этом будет вклад нашей отрасли в ее развитие. На этом все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...